В трудовом кодексе СНИЛС в списке обязательных документов. У каждого россиянина практически с рождения появляется страховой номер индивидуального лицевого счета. Когда его присваивают, выдают свидетельство, зеленую карточку. Без нее нельзя устроиться на работу, иметь доступ к госуслугам, получить материнский капитал или кредиты. В декабре 2018 года президентом нашей страны был подписан закон о том, что постепенно пенсионный фонд отойдет от выдачи страховых свидетельств о пенсионном страховании граждан в системе персоницированного учета. Сами номера лицевых счетов никуда не делись. И понятие СНИЛС тоже не пропало. Номера будут присваивать и использовать для пособий пенсии и госуслуг. Причем шире и чаще, чем раньше. Наличие карточки о государственном пенсионном страховании имеет гражданин не обязательно. То есть он всегда может ее и работу дателю переслать в электронном виде через электронную почту. Или работодатель запросит это через систему межведомственного взаимодействия, и мы предоставим этот страховой номер. Тем, у кого есть СНИЛС, специально делать ничего не надо. Их зеленые карточки действительно. Раньше при потере СНИЛСа его приходилось восстанавливать. Хотя номер никуда не девался. И личность он не подтверждал. Теперь, если СНИЛС потерялся, в ближайшем будущем нужно будет просто распечатать номер индивидуального лицевого счета в пенсионной системе. То есть пластиковые карты вы уже не выдаете? Нет. Сегодня у нас идет переходный период. Понятно, что мы не можем в разном порядке с завтрашнего дня прекратить. То есть мы сегодня продолжаем страховать наших граждан в системе персоницированного учета. Тем, кто вновь регистрируется, детям иностранцам сразу будут выдавать только номер. А сам документ станет только электронным. Если у нас сегодня на руках и человек потерял, значит он обратится к нам и мы ему выдадим дубликат. Выдается он бесплатно, без всяких рволочек. А когда перейдем на электронную карточку, тогда уже чувства потери его не будет. Потому что она всегда будет в электронном виде находиться у него в личном кабинете. Номер СНИЛС и, как и раньше, не стоит сообщать посторонним людям. Ведь они могут оказаться мошенниками. Всем волнующимся, грозит ли ему кредит, которого он не брал, или иные материальные потери, если мошенники узнали номер СНИЛС, следует успокоиться. Разнообразные действующие на сегодняшний день схемы имеют своей целью перевести перечисление пенсионных отчислений работодателей в негосударственные пенсионные фонды. У нас есть ассоциация негосударственных пенсионных фондов. На сайте этой ассоциации ежеквартально идет обновление реестров, какие негосударственные пенсионные фонды. Лишены лицензии, права работать с этими накоплениями, какие получили лицензии. Или обращаться к нашим специалистам. В пенсионном фонде говорят, что система электронных СНИЛСов заработает в полную силу через год или три. А вот лет через пять, помимо электронного СНИЛСа, у нас появятся и электронные трудовые книжки. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...